Братья и сестры, мы скажем слава нашему Господу! Апостол Павел однажды выразился в своем послании к филиппийцам. Он сказал, что для меня жизнь есть Христос. Вы знаете, когда мы думаем эти слова, которые Павел сказал, он действительно жил Богом. Для него вся жизнь и весь смысл жизни был Иисус Христос. И мы когда читаем послание апостола Павла к церквям, мы находим, что центр его всей жизни был Иисус Христос. И когда мы читаем и понимаем, Павел направляет всякого верующего человека, что всегда в разные моменты жизни, чтобы человек держался этого святого имени, имени Иисуса Христа. Павел говорит, для него, ради него я от всего отказался и все почитаю за ссор. Почему Павел от всего отказался? Почему Павел превознес это имя в своей жизни, имя Иисус Христос? Почему? Потому что Бог открыл ему, что Иисус Христос, Он есть Спаситель души. Что только познание имени Иисуса Христа человек получает вечную жизнь. Только через имя Иисуса Христа человек получает спасение. И поэтому апостол Павел превознес имя Иисуса Христа в своей жизни. Почему сегодня для нас, верующих людей, христиан, это имя драгоценно? Почему мы сегодня поем об этом имени? Почему сегодня мы обращаемся к этому имени? Потому что это есть единственный путь сегодня. Грешный человек на этой земле может получить спасение. Это имя драгоценное. И сегодня мы хотим еще и еще говорить об этом имени. Мы сегодня хотим провозглашать то, что делает Христос в нашей жизни. И обращать внимание к посланиям, в которых апостол Павел призывает людей верующих верить в имя Иисуса Христа, пребывать в нем, иметь вот эту жизнь. Вы знаете, жизнь на этой земле, она разная, и мы приходим в разные обстоятельства, и наша вера, она испытывается. Но самое главное, чтобы в каждом из нас была эта твердая вера и упование на Господа. Потому что это проведет нас, и мы увенчаемся славой Божией. Я хочу, чтобы мы обратили наше внимание к Священным Писаниям. Почему мы читаем? Потому что апостол Павел, которому Господь открыл эту тайну спасения, и мы, считая это, поучаемся и изучаем Божье Слово. Мы откроем Евангелие. Это записано в послании фессалоникийца. Мы прочитаем четвертую главу. Здесь апостол Павел обращается к фессалоникийцам, и он призывает, чтобы люди эти в этой церкви, чтобы они жили в святости, чтобы они в своей жизни были угодные Богу. Это церковь фессалоникийцам. Это люди, в которых проявилась великая слава Божья. Они были неверующие люди, и пришел туда апостол Павел, проповедовал Евангелие, и через помазание Божье на апостоле проявлялись там великие чудеса, и люди приняли Христа Спасителем, Господом. И здесь в этом послании апостол Павел пишет ему вещевание, призывает их, чтобы они пребывали в Боге, чтобы они возлагали свою надежду на Бога. Почему эти послания для нас очень актуальны? Потому что, как и они, так и мы в нашей жизни проходим периоды времени. Мы встречаемся с вещами, которые мы раньше не встречались, мы встречаемся с трудностями, с которыми мы не встречались, мы встречаемся с такими внезапностями, которые имеют на нас влияние. И Бог желает, чтобы наша вера, она не была временной, она была крепкой, стабильной, чтобы мы следовали за Господом и возлагали всю нашу надежду на Него. И мы обратим внимание, я буду читать 4 главы, где здесь апостол Павел, он касается жизни человека верующего, а далее он касается очень важной стороны, которая как бы касается всех людей. И мы прочитаем, он говорит такие слова, 4 глава, 1 стих. Затем, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Павел говорит в церкви, говорит, вы приняли от нас, мы проповедовали вам о имени Христа, но мы хотим, чтобы вы более в этом преуспевали, чтобы у вас это лучше получалось, что вы старались лучше местовать, и он говорит, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Почему мы сегодня приходим на эти места, почему мы читаем Евангелие, мы хотим, чтобы наша вера, она утверждалась, мы хотим, чтобы у нас был успех нашей веры, мы хотим, чтобы мы познавали Бога более глубже. И поэтому апостол Павел, он говорит, мы вам говорили, вы приняли от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, чтобы вы более в том преуспевали. Это есть желание мужей Божьих, желание Бога, чтобы в каждого из нас был успех в нашей жизни, было устройство нашей жизни, было Божье благословение. Он говорит дальше, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. Павел здесь говорит, чтобы каждый из вас умел знание, как что-то делать, оно приходит, знаете, когда кто-то нам покажет, как это делать, или, может быть, мы прочитаем инструкцию, и мы знаем, как это делать. Но Павел здесь говорит о заботе о своем сосуде, о том, что Бог нам дал, это тело, наша душа. Ведь воля Божия есть освящение наше. И он говорит, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. Это и есть задача каждого человека на земле, быть в состоянии и умении соблюдать личный свой сосуд святости и чести. Это задача. Ведь у нас, у каждого из нас есть свой личный характер. Мы по-разному реагируем на вещи в нашей жизни. Мы по-разному реагируем на внезапности в нашей жизни. И Павел обращается к Фессалоникийцам, и он говорит, я хочу, чтобы каждый из вас имел эту способность, имел эту силу, чтобы соблюсти свой сосуд святости. Вы знаете, каждый человек имеет как бы реакцию на, вот допустим, кто-то соблазняется, кто-то реагирует на что-то, а кому-то это вовсе не касается. Человек проходит, он просто игнорирует то, что вокруг него, и ему это вовсе не трудно. И этому человеку, у него свой путь, у него своя реакция, и в его состоянии он должен свой сосуд сохранить. Другой человек, который имеет другие какие-то проблемы, он должен научиться свой сосуд сохранить. Но цель-то одна – сохранить свой сосуд в святости и в чести. Почему это важно? Потому что апостол Павел учит верующих, что это есть правильное и состояние нашего сердца святости. Это есть состояние, которое дает нам полную свободу общаться с Богом. Вникать в Божье Слово. Бог сможет к нашему сердцу говорить. И Бог общается со святыми своими. И Он говорит, они страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога. Действительно, когда человек не знает Бога, он движется похотью. Он движется своими желаниями, чувствами. И это контролирует всю его жизнь. И когда мы слышали Священное Писание, когда говорит, что люди будут избирать, которые бы льстили им слуху, человек просто, Павел в том смысле говорит, что человек просто выбирает свою правду, свою истину. Но когда человек водится Духом Святым, когда человек понимает, что в воле Божьей есть освящение наше, и наш правильный путь – это святая, богобоязненная жизнь, человек соблюдает свой сосуд святости и чести. Это желает Господь. И Павел говорит, что человек не должен жить в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога. Это очень нестабильная жизнь. Когда человек живет в грехе, когда человек живет в состоянии незнания Бога, он водится страстями, он водится похотями. И вы знаете, когда мы анализируем этот образ жизни, мы видим людей улыбающимся. Но я видел очень много слез. Я видел очень много разбитых судьб. Я очень видел много людей, которые в один день улыбаются, радуются, у них веселье, у них счастье. На другой день человек бежит к бутылке, человек бежит к наркотикам, к шприцу, и на другой день он же готов уничтожить себя. Это делает грех. Это как бушующее море. Она подымает человека на 2-3 фитра и потом кидает его. Она подымает его на 10 фитров, кажется, высота, счастье. Солнце светит, потом его резко опускает, человек рушится. Человек, а нестабильность. Но апостол Павел здесь, понимая волю Божию, обращается к фессалатикицам. Он говорит, я хочу, чтобы проводили свою жизнь в святости и чести. Потому что это есть Божье благословение. Это есть успех. Это есть успех в семье. Это есть успех дома. Это есть успех в обществе. Божье благословение. Святая жизнь, она приводит в божественный мир и действительно дает вот этот покой, который может дать только Господь. И апостол Павел обращается и говорит, я хочу, чтобы вы были не как язычники. Я хочу, чтобы вы были спасенными людьми и жили в святости и чести. Ибо почему? Ибо призвал нас Бог, 7 стих, призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Бог призвал нас выйти с этого греховного мира. Бог призвал нас освободиться от греха. И Писание говорит, если исповедуем свои грехи, Он, будучи верен и праведен, очищает нашу совесть, прощает нам грехи. И мы можем свято жить в присутствии Божьем. Бог призвал нас не к нечистоте, но к святости. И так непокорный и непокорный не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Смотрите, Павел говорит, что когда человек непокорен, он непокорен Богу, который дал нам залог своего Святого Духа, печать Святого Духа, гарант спасения, Дух Святой, который Бог дает человеку, приходящему к нему. И дальше он говорит такие слова. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Вы знаете, действительно в правильном обществе, в правильных христианских отношениях нет нужды сегодня и вообще стоять и говорить, друзья, вы должны любить друг друга. Почему? Потому что когда человек спасенный, омытый кровью Христа, когда человек пережил эту обновленную жизнь от Бога, когда Бог спас и омыл его всякого греха, нет нужды, чтобы сегодня говорить, слушай, прощай твоего ближнего, прощай твоего мужа, прощай твою жену, прощай твоих друзей. В их каких-то неправильных положениях нет нужды, потому что ты прощен. Господь смыл с тебя то, что ты не заслужил. Бог снял с тебя эту вину греха, и ты готов любить. И Павел говорит, нет нужды тебе говорить, что ты любил ближнего. Вы знаете, когда мы можем слышать в других местах, где говорят, братья, вы любите друг друга. Мы понимаем, это неправильно и нездоровое состояние. Но верующий человек понимает, нужно любить, потому что Господь меня полюбил, Господь снял с меня мой грех, я готов прощать моего ближнего, потому что Господь меня простил незаслуженно. Это есть характер и состояние христианина. И Павел обращается к церкви, говорит, а брата любви нет нужды писать вам, ибо вы сами знаете и научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями, и он здесь говорит по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более в этом преуспевать. Павел всегда толкал верующих людей прогрессировать вперед, познавать Бога, познавать Его любовь, познавать Его силу, могущество и иметь успех в своей жизни. И сегодня Божье Слово также и нас призывает, чтобы мы в этом преуспевали, чтобы мы видели, что наша вера, она растет, она утверждается, чтобы мы видели вот такие плоды Божьи, которые через нас проявляются в наших семьях, с нашими близнями, друзьями. Любовь Божья распространяется. Павел говорит, я хочу, чтобы в этом более преуспевали. Павел никогда не смирялся с тем, чтобы люди оставались на одном месте. Павел всегда хотел, чтобы верующий человек, он был прогрессивным и распространял Царствие Божие на этой земле, говоря людям о Христе, о спасающей силе Бога. Слава Ему! И он говорит, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали на вам. Смотрите, Павел здесь говорит, и усердно стараться. Когда в чем любом деле мы прилагаем усердие и старание, мы всегда видим плод. Когда человек не прилагает усердие и старание, то все стоит на своем месте. И поэтому Павел призывает верующих, чтобы верующие люди прилагали усердие и старание, чтобы был плод. И он говорит, я умоляю вас, братья, более в этом преуспевать. И он говорит, чтобы делать свое дело, работать своими собственными руками, чтобы вы поступали благоприлично пред внешним и ни в чем не нуждались. Смотрите, нужда приходит по разным вопросам, по разным нюансам. Ну а Павел говорит, когда вы будете жить достойно, когда вы будете усердно стараться и жить тихо, вы будете ни в чем не нуждаться. Вы знаете, я однажды слышал такое видео, когда один темнокожий человек, он постоянно выходил, и сейчас медиа, конечно, это раздует. И они говорят, причина, почему сегодня чернокожие люди нищие или бедные, потому что белый человек это сделал. И его спрашивали, ну как я тебе сделал что-то? Что я тебе помешал? Вот белый человек, он все нам навредил, и поэтому мы все бедные. Но вы знаете, встретился, приходит человек темнокожий, верующий человек, и он говорит, слушай, я закончил университет, я закончил 10 лет обучения, я сегодня имею работу, я получаю почти сверх 200 тысяч долларов, говорит, в год. Моя мать и мой отец, это были нищие люди, они жили где-то там в Миссисипи, говорит, но я понял, и Бог мне открыл, что когда я буду что-то делать, я могу выйти из этой нищеты. Но вы знаете, это есть в голове людей, когда люди постоянно шукают причину, почему что-то не получается. Человек, кстати, причиной соглашается, сидит на своем месте и всегда ищет причину в других людях. Но почему в этой стране мы видим Божие благословения, почему эта страна за такой короткий период времени так поднялась и стала мировым лидером в экономике, в развитии, почему? Вот этот дух, который апостол Павел обращается к верующим, говорит, я хочу, чтобы вы более преуспевали, я хочу, чтобы вы усердно старались. И он дальше говорит, и у вас, смотрите, что он говорит в 12 стишке, чтобы вы поступали благоприлично перед внешним и ни в чем не нуждались. Смотрите, Бог дал нам разум, дал нам здравый разум, и Павел говорит, используйте его. Используйте усердно, прилагая усилия, чтобы Бог через вас прославился, чтобы мир, смотря на вашу жизнь, видел благословение Божие. Видел, что Бог устрояет вашу жизнь через ваши усилия и Божие содействия. И действительно, когда мы смотрим на людей, мы думаем, ну, приехавшие в Америку, люди приехали через лет 5-6-10, живут лучше, чем местные люди. И уже нет извинения говорить, кто им мешает. Вы знаете, это все в отношении с Богом. И апостол Павел обращается к официально-никийцам, он говорит, я хочу, чтобы ваша жизнь была таковой, благословенной. Я думаю, в то время, может быть, это было какое-то новое понимание. Но я представляю себе, когда апостол Павел обращается к официально-никийцам, говоря им, и вот грешники смотрят на них, и говорят, смотрите на этих верующих. Смотрите, как они стараются, смотрите, как они помогают, смотрите, как они жертвуют, смотрите, как они усердно стараются устроять свои дома, устроять своих детей. Смотрите на них, а теперь посмотрите на тех, которые сегодня сидят за бутылками, те, которые сегодня пропивают все. Посмотрите разницу вот эту. Как прекрасно, когда Бог приходит в жизнь человека, меняет человека и действительно дает новую жизнь. И мы воздаем Богу славу. Мы говорим, слава тебе, Господь, что ты коснулся моего сердца и вложил в мое сердце вот это желание быть угодным тебе, быть этим светом в этом мире. Павел говорит, обращаясь к верующим, усердно старайтесь, чтобы у вас было благословение, чтобы у вас было состояние ненужды, чтобы вы в этом более преуспевали. Это и есть земная жизнь. И пусть Господь нас благословит в этом, возлагает нашу надежду на Господа и следовать за Ним. Но я хотел бы дальше еще читать. Это послание, оно для меня очень особо. Я думаю, оно особо для каждого из нас, что это не только касается земной нашей жизни на этой земле, но она касается и вечности. Вы знаете, когда мы наблюдаем и видим то, что происходит сегодня на этой планете, когда мы видим вот эти видео, где приходят вот эти штормы с океана, да, и люди теряют свои имущества, где идет наводнение, люди теряют свои дома, люди теряют все, что они имеют. Это страшно. Это просто ужасно. Происходит это очень-очень сильно. Я сегодня утром смотрел видео, где просто на все какой-то остров на Карибах практически 90% развалился вообще. Что он прошел? Все улетело, крыша разорвала, и люди просто стоят на улице, и они не знают, куда даже им идти. Они на острове. И власть призывает, чтобы полностью весь этот остров эвакуировать. Все уничтожено. Вы знаете, мы должны за них молиться. Нам очень жалко, что произошло там. И действительно, есть даже и жертвы. Но хочу сегодня говорить о том также, что апостол Павел, он не оставил просто говоря о жизни на земле. Он говорит о том, что сделал Христос, и то, что он дает. Он дает жизнь вечную. Вы знаете, вот этот вопрос, он очень важный. Вопрос жизни вечной. Жизни вечной. Это очень важный вопрос. Он важный для меня, я надеюсь, он важный очень для вас. Почему Павел говорит о святости? Почему Павел говорит о благочестивой жизни? Потому что зависит дальнейшее. И Павел здесь говорит такие слова. Не хочу оставить вас, братья, в неведении от умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо это говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Каждый раз, когда я читаю это место для себя, каждый раз, когда я слышу об этой последней трубе, каждый раз, когда я слышу, когда мертвые во Христе воскреснут прежде, оно приводит мой дух в движение, оно приходит в мой разум, в рассуждение о великой славе Божьей, что Господь приготовил для искупленных своих детей. Как Бог спасет народ свой? Как это произойдет? Павел говорит, я не хочу уже оставить вас, братья, в неведении. Мы должны это понимать и знать. И он говорит здесь, говорит, об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Когда нету надежды, то жизнь проводится в скорби. Вы знаете, когда мы посещаем, может быть, наших родственников на кладбище, может быть, наших отцов или матерей, или родственников, мы как-то по-другому подходим к этому вопросу. Мы подходим, мы имеем надежду во своем сердце. Когда мы заезжаем на кладбище, где, может быть, наш отец или мать, или мы понимаем, мы имеем надежду на вечную жизнь, на встречу с нашими близкими. Когда человек не имеет это, представьте себе, жизнь идет, человек взрослеет, он смотрит на зеркало, он понимает, он стареет, он взрослеет, но он понимает также, что это придет к концу, а что дальше? И вы знаете, смотришь ли человек просто что? Он идет к разным видам химикатов, чтобы забыть эту мысль, что дальше? И человек томится, мучается, человек боится спать идти, человек переживает, что будет. Но апостол Павел здесь обращается к верующим, он говорит, я не хочу оставить братья в неведении от умерших, чтобы вы не скорбели. Павел здесь касается вечной жизни, Павел здесь касается того вопроса, что случится с спасенными людьми, верующими во имя Иисуса Христа, что случится с теми людьми, которых Христос кровью своей омыл, что случится с теми, которые поверили в любовь Божью, поверили в новое слово, которое Бог принес на землю, жертву Христа, а что с ними случится? Он говорит, я не хочу, чтобы вы жили, как бы и скорбели. И он объясняет здесь и утешает нас. И он говорит, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Что Бог сделает? Он приведет с ним. Ибо это говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие и оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Это произойдет. Павел говорит, мы это говорим вам Словом Господнем. Когда затрубит труба Божья, говорит, то мертвые во Христе воскреснут прежде. Откроются эти гробы. Это произойдет. Это Павел говорит, и мы говорим вам Словом Господнем. Говорит, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Это будет прекрасное видение, которое люди по всему лицу земли будут видеть, как воскрешают мертвые. Когда откроются гробы, и когда тела святых воскреснут прежде. Павел говорит, это произойдет. И люди, которые будут живые, они будут смотреть вокруг себя, как это происходит. И когда они воскреснут, прежде Павел говорит, потом мы, которые оставшиеся в живых, говорит, вместе с ними восхищены будем, мы изменимся. И мы будем восхищены на облаках, встретении Господу на воздухе. И он говорит, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Всякий раз, когда я слышу и читаю это Божье Слово, действительно, утешение от Святого Духа наполняет мое сердце, мой разум. Я понимаю, как Бог прекрасно будет это совершать. Но Он будет совершать это с особыми людьми, с спасенными людьми. И поэтому мы сегодня проповедуем имя Иисуса Христа. Поэтому мы сегодня говорим о крови Христа. Мы говорим, что она может и имеет вот эту силу смыть всякий грех жизни человека. И всякий человек, который может прийти к Богу, он может получить спасение через имя Иисуса Христа. Чтобы иметь это благословенное состояние в тот момент, когда Господь придет за Своей Церковь, взять Церковь от земли, взять святых от земли. И Он говорит же дальше, утешайте друг друга этими словами. И дальше Он говорит, о временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день этот застал вас, как вор. Ибо все вы, сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающие упиваются ночью. Мы же, будучи сыны дня, дотрезвимся, облегшись бронью веры и любви, и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы это и делаете. Павел обращается, и он говорит, что ибо все вы, сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Это и есть прекрасное состояние спасенного дитяти Божьего. Бодрствовать и быть трезвым. Понимать время, в котором мы живем, понимать отношения наши с Господом. И если оно не в правильном состоянии, мы прибегаем ко Христу, Голгофскому, мы говорим, Господь, помоги мне. И Господь отвечает на наши молитвы. Господь восстанавливает людей на этой земле. Очень прекрасно и приятно слушают, как в наше время люди, приходя к Богу, Бог меняет их жизнь, прощает им грехи, дает им новую жизнь, дает надежду им и радость. И это Божье благословение. И очень важно иметь вот эту твердую веру. И Павел здесь говорит, что Бог предопределил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга. Мы об этом говорим от имени Иисуса Христа, чтобы сегодня состояние людей, сердце было в правильном состоянии. Да, мы живем в этом мире, да, мы имеем свои вопросы, но мы сердно стараемся, мы преуспеваем в них, но в этом же самом моменте мы имеем твердую веру на вечную жизнь. Мы верим в то, что Господь всех спасенных возьмет к себе. Мы верим в то, что Иисус Христос, когда сойдет с неба, мы читаем здесь, что мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом оставшиеся в живых изменятся и будут подняты на облако. Как получается это право? Как снимается этот вес с плеч? Как снимается вот эта тягарь с плеч людей? Только через прощение, только через Голгофу, только через пролитую кровь. И всякий человек, веруя в Иисуса Христа, получает освобождение. Слава Богу! Я когда читаю эти места, я думаю, почему мы сегодня приходим на это место, чтобы мы еще и еще преображались в Божий образ, чтобы еще и еще подумать над своей жизнью, чтобы еще и еще воздать Богу славу, чтобы еще быть в солидарности с апостолом Павлом, который сказал, я от всего отказался и все почитаю за ссор. Я надеюсь, что в твоей моей жизни и хотелось, чтобы мы имели это в наличии, что по сравнению нашей любви к Богу и по сравнению нашему пониманию этой земной жизни, Христос был намного превыше всего, потому что здесь вопрос вечной жизни. Смотрите, здесь апостол Павел не говорит с писалоникийцам о том, что он говорит, смотрите, говорит, поэтому сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и Требе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Павел здесь не касается мертвых, которые не во Христе. Что с ними будет? Павел не касается здесь того тех, которые останутся на земле, те, которые не поднимутся от земли. Павел здесь говорит только, что произойдет, что когда протрубит труба Господня, то мертвые во Христе воскреснут прежде, потом верующие на земле будут восхищены. И очень важно сегодня, Павел ударяет на это слово, это очень важно для каждого из нас. Вы знаете, мы действительно в своей жизни, в разных наших возрастах, когда мы молодые, мы не обращали внимания на эти все вещи. Но чем больше мы живем, чем больше мы обращаем, что происходит вокруг нас, чем больше наши глаза видят, мы понимаем, как быстро все меняется в нашей жизни. Вы знаете, вот мы едем на служение за Индьянол, и там около дороги стоит сейчас крест. Я проезжал, я вот думал, что это за крестом стоит? Оказывается, там была авария. На прошлой неделе, я думаю, там полной информации не имею, но мотоциклист ехал и с машиной столкнулся, его не стало внезапно. Мы ездим на этих дорогах, на наших транспортах, и все летит с такой скоростью. Раньше люди ходили, ну что, он там пересепился, впал, ноги поцарапал, встал там, пошел, взял себе бинт, забинтовал. Мы летим с большущей скоростью на этих дорогах. Мы встречаемся с такими резкими видениями, что мы даже не перед видением за поворотами, все летит просто. Не говоря уже, когда люди на самолетах летают. И вот вы знаете, вот это спасенное состояние должно быть всегда. Я помню, когда я был очень мал, я думал, ну, пройдет неделя, я в понедельник, я с понедельника начну. Господи, помоги мне жить свято, с понедельника. Как-то такое мышление было непонятное. Но чем больше я вникаю в Слово Божие, чем больше я смотрю на жизнь, чем больше я смотрю, что происходит вокруг меня, я понимаю, настолько важна каждая секунда, настолько важна наша жизнь, что она должна быть в правильном состоянии перед Богом. И апостол Павел об этом говорит, о вот этом состоянии святости, о состоянии вот этой и чести. И он говорит, я хочу, чтобы вы жили в святости и чести. Почему? Потому что наша жизнь, она летит, и все, конечно, от Бога зависит, но мы должны быть в правильном состоянии. Это очень есть серьезная тема. И я надеюсь, что сегодня Бог проговорил к нашему сердцу, помогает нам понимать вот эту жизнь нашу, которую мы имеем, вот этот отрезок жизни и возлагать свою надежду только на Господа и искать силу в Бога и пребывать в этом состоянии. Пусть нас Господь благословит, чтобы сегодня мы, рассуждая об этом, рассуждали в очень таком серьезном смысле, чтобы сегодня в нашем сердце не нашлось то, что может быть препятствием перед встречей с Господом. Это очень важно, друзья, потому что наша жизнь идет. И мы все хотим иметь благословение от Господа. И Павел здесь открывает рецепт успеха, жизнь святости и чести. И дальше он в этом послании говорит о успехе вечной жизни. И это есть надежда, которая нас ведет и содержит. И апостол Павел говорит, всегда радуйтесь. Смотрите, обратим внимание на пятую главу этого же послания. Мы прочитаем с 16 стишка. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Смотрите, какие слова Павел здесь говорит. Всегда радуйтесь, всегда непрестанно молитесь, за все благодарите. Я просто представляю жизнь этого человека, который говорит такие слова. Всегда радуйтесь. Он переживал такие вещи в своей жизни, которые мы не переживали, может быть. Но этот человек, имея общение с Господом, он говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия. И он говорит, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. В нашей жизни мы встречаемся с вещами, вот это зло вокруг нас. И Павел говорит, удерживайтесь от всякого рода зла. Это человек бодрствующий, это человек, который мыслит о горнем, это человек, который мыслит о Господе, это человек, который мыслит о вечности всегда. И он находится в этом прекрасном состоянии радости, молитвы и благодарения Господу. Это есть для нас капитальнейший образец нашей личной жизни, как она должна происходить, и успешная духовная жизнь. Всегда молиться, быть радостным человеком, потому что мы знаем Господа, мы знаем, какая наша будущность, и мы за все Бога благодарим. Действительно, когда мы склоняемся к нашей колене, наши уста открываются с хвалой, Господи, слава Тебе, что Ты спас мою душу, Ты спас меня, слава Тебе, что Ты изменил мою жизнь, что Ты не по моим заслугам снял из меня вот этот грех, я же даже свободно живу, и я могу Тебя славить, и я свободно могу идти по этой жизненной пути. И дальше Павел говорит, такие прекрасные слова, говорит 23 стих 5 главы, «Сам же Бог мира да святит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего и Иисуса Христа, верен призвавший вас, который и сотворит это». Бог приведет все к заключению «И Павелу желание было в том, чтобы Бог мира осветил нас во всей полноте, чтобы наш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего и Иисуса Христа». Это есть благословенное состояние, когда человек встретит Господа в этом прекрасном состоянии. Почему он так может встретить Господа? Потому что человек усердно старается. Как здесь мы прочитали, усердно стараться, чтобы в этом преуспевали, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы вам заповедовали. Божье Слово заповедует нам, как иметь успешную жизнь, усердную жизнь, и увенчаться Божьей славой. Я хотел бы призвать, друзья, нас к молитве. Я хотел бы, чтобы мы в этой молитве мы обратились к Господу, чтобы сегодня, когда мы молимся, мы открывали свое сердце перед Богом и говорили Богу то, что в нас действительно происходит. Что мы переживаем, в чем мы нуждаемся, чтобы мы, выходя с этого места, взяли это слово с собой, усердно стараться. Усердно стараться и иметь успех в нашей духовной жизни. Чтобы мы сегодня взяли этот пример, который апостол Павел здесь говорит, всегда радуйтесь. Чтобы мы нашли момент подумать, как мы можем это делать, как мы можем радоваться, оценивать Голговский крест, оценивать любовь Христа, радоваться в Боге и непрестанно молиться и быть за все благодарными. Вы знаете, когда я замечал в своей жизни, когда я молюсь и обращаюсь к Богу, я просто благодарю Бога. Бог наполняет свои благословения. Бог дает утешение. Бог дает радость свыше. Это и есть то, что апостол Павел переживал. Он говорит, всегда-то делайте. Всегда молитесь. Всегда радуйтесь. За все благодарите. И вот этот совет. Сам Бог мира да святит вас во всей полноте. Ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Да будет имя Божие прославлено в нашей личной жизни. А мы давайте обратимся к Богу в молитве. Прославим Его. Аминь.